Дай почитать. Дай почитать. Это чудо-семья. Она становится названной сестричкой у очаровательных мопсих. Да, теперь она вовсе не пошла вон о мафе, мафусенька. У нее собственное полотенце, чудесная одежда, сытная еда. Главное, она среди дружных и таких симпатичных мопсов в мопс-хаусе. А сестрички все со своими характерами. Вот Капитолина обожает бусы жидкой мылой духи. Зефирка, обжорка, но такая умелая портниха. Феня, большая умница, читает очень много. Разумная, но ужасная трусиха. А еще есть Куки, Марси, их мама, Муля. А вот папа Биар, тетя Луна и бабушка Ада на работе, в командировке. У мопсов есть друзья. Чихуаху Антонина, ученый мопс Черчилль, Черепашки, Че и Ге и Белка Матильда. Теперь у мафии, бывшей пошловон, жизнь светлая, веселая и интересная. Но в один день все меняется. Оказывается, что мафия, разумеется, не специально, а невольно принесла зло в прекрасную долину. Как спасти эту сказочную страну? Только добром, только смелостью, только стойкостью. Не волнуйтесь, дорогие слушатели, все закончится хорошо. Даже свадьба будет собачья, конечно. Следующая книга серии «Волшебный эликсир» о приключениях Зефирки и ее друзей, которая пытается помочь Ксюше и Мише, их больной маме. В башне желаний героинями становятся Капитолина и Куки. Что ж, дорогие слушатели, Дарья Донцова – отличная сказочница. Читайте и убедитесь сами. Эту и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город», на улицах Преображенской, 65 и Ленина, 103А. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok